В 2024 году отмечается 80-летие освобождения нашего края и всей Белоруссии от нацистских оккупантов. 1111 дней на Слонимщине фашисты и их местные приспешники творили геноцид, жгли, грабили и убивали. На Слонимщине множество братских могил времен Великой Отечественной войны. Дорогой ценой далась борьба за свободу и независимость родной страны. Самое массовое захоронение – Чепелевские поля. Евреев расстреливали здесь сутками напролет. Особенно усердствовали местные приспешники оккупантов, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. Многих перед расстрелом еще и насиловали. Мы находимся в трагическом месте, так называемое Чепелевские поля. За моей спиной стела, где написано, что здесь в годы Великой Отечественной войны расстреляно 30 тысяч евреев. Точное число не знает никто, потому что изначально здесь стоял знак, что расстреляно 10 тысяч, затем 20 тысяч и теперь 30 тысяч. Это сплошные захоронения. Не только за моей спиной, где стоит знак. Вот эти все леса – это сплошные еврейские захоронения. Здесь расстрелы лились по несколько суток. Слоним еще с 1388 года был еврейским городом, когда князь Витов разрешил вселиться в Слониме евреям. До войны около 85% населения составляли евреи. За три акции уничтожения в Слонимском гетто было уничтожено около 43 тысяч евреев, причем не только местных. В городе их проживало тогда примерно 25 тысяч, но и евреи, которые были привезены сюда с Берлина, с Варшавы. И есть сведения, что даже с Парижа. Если мирное население на Слонимщине в основном потерпело во время карательной операции «Гамбург», которая длилась с 16 по 25 декабря 1942 года, то еврейские погромы начинались практически с первого дня оккупации Слонимщины. И последняя акция была 14 ноября 1942 года, когда Слонимское гетто практически перестало существовать. Слонимское гетто Слонимское гетто Продолжение следует...